14 июля в столице Верхней Волжии на стадионе «Юность» прошла торжественная церемония награждения клуба «Тверь» за третье место в профессиональной футбольной лиге. Награды вручены игрокам, тренерам, административному персоналу. Участие в мероприятии принял губернатор Игорь Руденя. Как известно, ФК «Тверь» дебютант профессиональной футбольной лиги в сезоне 2020-2021 годов. Тем ценно это третье место. Особенно если учесть, что для команды из нашего региона это первые медали с 2004 года, когда «Волга» также завоевала бронзу. Я хочу поблагодарить президента клуба Мамука Джоева, Вадима Гаранина, тренера, который сделал это. Конечно же, весь состав, все, кто принимал участие в этой подготовке, в реализации наших футбольных амбиций, у нас уверенное третье место. Среди почетных гостей торжественной церемонии был и советник президента Российского футбольного союза Сергей Куликов, который привез поздравительный адрес от руководителя РФС. Разрешите, конечно, от имени Российского футбольного союза, от президента Российского футбольного союза Александра Валерьевича Дюхова передать поздравления. И действительно, мы видим, что «Тверь» футбольная возрождается. Помимо бронзовых наград и кубка, нашим спортсменам вручили еще целую россыпь других наград. В частности, за высокие спортивные результаты и значительный личный вклад в развитие физкультуры и спорта Верхневолжи, благодарственными письмами губернатора были отмечены президент ФК «Тверь» Мамука Аджоев, главный тренер команды Вадим Гаранин и капитан Илья Сериков. Кроме того, наставник тверичан был признан лучшим во всей второй группе ПФЛ, а сам клуб отмечен как самый открытый для прессы. Это подтвердил и наш коллега Никит Васильев, которого команда наградила за активное освещение минувшего сезона. Легко можно было задать вопрос интересующий любому футболисту, то есть можно было пообщаться с тренером. Причем Вадим Славович активно шел на контакт с прессой как после поражений, так и после побед. То есть клуб не закрывался, не закрывались игроки. Третье место для дебютанта – это отличный результат, но почивать на лаврах тверским футболистам некогда. Уже 28 июля в рамках 1-128 финала Кубка России они на своем поле проведут первый матч нового сезона.